Студия «Медиа-книга» представляет. Марина и Сергей Диченко. Луч. Исполняет артист Владимир Голицын. Денис. В свой тринадцатый день рождения Денис, как всегда, вышел погулять с собакой и, как всегда, отпустил Джеки с поводка на краю парка. Воздух лежал, будто вода в осеннем пруду, слоями. В тени было прохладно, но солнце грело так нежно и с такой иронией, что Денис улыбался, подставляя ему лицо. На баскетбольной площадке стучал мячом жилистый, высокий, рано сидеющий мужчина. Денис встречал его здесь раньше, здоровался и был уверен, что это просто сосед, кому же еще быть. Когда Денис подошел, баскетболист вдруг кинул мяч ему прямо в руки. «С днем рождения, Денис!» «Спасибо». Денис немного удивился его осведомленности и бросил мяч обратно. Сосед атаковал кольцо, мяч завертелся в сетке, как пойманная рыба. «У меня для тебя новости. Видишь ли, твоя мать продала мне тебя», — говорил он доброжелательно, буднично, чуть улыбаясь и глядя в глаза. В мире полно сумасшедших, но сосед-баскетболист до сих пор казался Денису здоровым. «Надеюсь, задорого», — сказал Денис машинально и поискал глазами собаку. Ему захотелось срочно уйти отсюда. Тем более, что никого, кроме него и безумца, на площадке в этот момент не было. «Да уж не продешевило!» — тот все еще улыбался. «Когда тебе было два дня от роду, ты загибался в кювете, и врачи ничего не могли сделать. Я пришел к твоей матери и предложил сохранить тебе жизнь с условием, когда тебе исполнится четырнадцать, я тебя заберу». Он слегка кивнул, будто надеясь на понимание. Денису стало холодно, и ноги превратились в два чулка, набитых стекловатой. Откуда сумасшедший знает, что Денис родился раньше срока, и его едва спасли? «Но мне только тринадцать», — сказал он, прежде чем успел подумать. «Вот-вот». Незнакомец снова кивнул, так просто и естественно, будто они с Денисом обсуждали цены на собачий корм. «Тебе нужно время, чтобы привыкнуть к этой мысли. Сейчас я просто предупредил. Через год, в этот самый день, я тебя заберу». Старый придурок. Денис бросился бежать. Хорошо еще, что Джеки примчалась по первому зову, может быть, почувствовала в его голосе и ужас, и отвращение. Обычно ее из парка домой калачом не заманишь. Маме достаточно было бросить на него взгляд, чтобы ее лицо сделалось собранным и встревоженным. Что случилось? На кухне двойняшки готовили сюрприз для именинника. Денис увел маму в детскую и прикрыл дверь. «На площадке в парке сумасшедший маньяк. И он меня знает». «Могли вы познакомиться в сети?» Мама соображала, как всегда, мгновенно. «Не знаю». Денис призадумался. «День рождения был указан у него в профиле, значит, теоретически...» Он улыбнулся с облегчением. «Знаешь, могли. У меня в профиле на фейсбуке реальное фото и день рождения, и...» «Сколько раз мы говорили о безопасности в интернете?» «Прости, ты права». Он уже смеялся, правда, немного нервно. Этот дурак сказал, что... «Ты продала меня, когда мне было два дня, и... он меня заберет, когда мне исполнится 14, и...» И тогда Денис впервые в жизни увидел, как люди падают в обморок. День рождения был испорчен. Хотя мама держалась отлично. Гости ничего не заметили или не подали виду. Три давних школьных приятеля отдали должное угощению, сказали поздравительные слова и почти весь вечер провели, играя на приставке. Оля и Коля, брат и сестра Дениса, спели песню, вынесли самодельный торт, кособокий и трогательный. Денис задул свечи. Никогда прежде он не думал, что простенькая маска спокойствия, внимания и веселья может выматывать, как забой угля в глубокой шахте. Ни секунды за весь этот день, со времени злополучной встречи, он не мог найти себе место. Ладно бы он помнил о незнакомце постоянно, но нет. Он отвлекался, забывал, а потом вспоминал заново, и каждый раз от воспоминания становилось хуже. И хорошо бы он думал только о сумасшедшем, но мама. Первый раз в жизни он видел ее такой беспомощной, растерянной и несчастной. Она до смерти напугала его обмороком, долго не могла успокоиться, начинала что-то рассказывать и обрывала себя, и от того, что мама, родная скала, пришла в столь плачевное состояние, Денису казалось, что небо упало на землю. Потом он вспомнил, что ему сегодня тринадцать. Если одна скала упала, другая должна встать и поддержать ее, он не может себе позволить слишком долгое детство. Вечером он слышал, как отец утешал маму, резонно, внятно, совершенно тщетно. Это чья-то дурацкая шутка? Это просто слова. — Чего конкретно ты боишься? Давай пойдем в полицию, напишем заявление, если тебе так будет спокойнее. Сообщим, псих угрожал похищением ребенка. Пусть сумасшедшего закроют. Денис пришел в спальню, когда она расчесывала волосы перед сном. — Знаешь, это... как маятник. Сперва надеешься, потом боишься, сильнее надеешься, сильнее боишься. И так до бесконечности. Очень страшно. Она кивнула. Поняла, о чем он. — Давай остановим наш маятник. Я обещаю, никто никогда не заберет меня. Я же не коробка с конфетами, правда? Она улыбнулась. — Всем так понравился день рождения. На следующий год пригласим побольше народу, ладно? Она почти засмеялась. Потянулась к нему, накрыла волной своего запаха, обняла за плечи. — Спасибо. Так и сделаем. Больше они не говорили о незнакомце и заявление в полицию не понесли. Только однажды, через месяц после события, мама спросила в машине, отъезжая от школьных ворот, как он выглядел. Денис не стал переспрашивать, о ком речь. — Высокий, лет сорок. Худой. Мама кивнула, глядя на дорогу. — Я была не в себе, когда говорила в больнице с каким-то... Думала, это врач. Плохо помню, как в тумане. Он уже тогда был сумасшедшим. Оказывается, он выследил нас. В мире полно сумасшедших. Но мы тоже не одуванчики. Он ничего, ничего не может нам сделать, мама. Пусть только попробует и пеняет потом на себя. Мама кивнула еще раз, ее лицо прояснилось, но одна складочка между бровей все-таки осталась. Еще через месяц отец получил долгосрочную рабочую визу в Штаты. Новость свалилась на Дениса как мешок с песком. Он-то никуда не хотел уезжать. Пусть на время, пусть к океану. Но как же бросить свой дом, друзей, свой парк, свои давние маршруты? Но было нечто, зависшее в воздухе между ним и мамой, само собой разумеющееся, что придержало его язык и заставило молча кивнуть. Пусть он попробует нас достать, сказала мама только однажды, как бы сама себе. И Денис с ней мысленно согласился. В свой четырнадцатый день рождения Денис не пошел в школу. Мама, которая теперь работала удаленно, решила весь день не спускать с него глаз, хотя после стольких месяцев это казалось лишней подачкой мнительности. Новые жизни, новые заботы отодвинули фигуру незнакомца, погасили неприятные воспоминания и старые страхи казались смешными. Денис пожалел, что пропускает занятия по греко-римской борьбе, но спорить с мамой не стал. В одиннадцать утра прозвучал звонок из школы, где учились двойняшки. Коля сломал на лестнице ногу, его надо было немедленно везти к врачу. Мама позвонила отцу, но тот был на важном совещании.